Программу развития ОПК продлили до 2027 года 11 февраля 2019 года ТАСС Программу развития ОПК продлили до 2027 года Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ 21 декабря 2017 года Источник изображения, РИА новости, Дмитрий Астахов С 2021 года объем ее финансирования составит 8,6 миллиарда рублей ежегодно Москва, 8 февраля Слеж ТАСС Правительство России продлило действие государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса до 2027 года Соответствующие постановления Кабмина опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Первоначальная редакция документа предполагала реализацию госпрограммы в один этап до 2020 года Новым постановлением введен второй этап, который продлится с 2021 по 2027 годы При этом на финансирование мероприятий программы с 2021 года будет выделяться по 8,637,430,000 рублей ежегодно На 2016 и 2020 годы объемы финансирования варьировались от 5,9 миллиарда рублей 2019 год до 9,7 миллиарда рублей 2018 год Соответственно увеличились и ожидаемые результаты реализации программы Так, если в прежней редакции в 2020 году ожидалось повышение конкурентноспособности продукции ОПК на внутреннем и внешних рынках И рост объемов промышленного производства продукции отрасли в 1,5 раза к уровню 2015 года, то в новой в 1,86 раза Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции должна вырасти до 39,2% в 2027 году В прежней редакции к 2020 году эта цифра ожидалась на уровне 36% Рост выработки на одного работника ОПК по сравнению с 2015 годом должен составить 2,95 раза К 2020 году ожидался рост в 1,9 раза А среднемесячной зарплаты в отрасли в 2,2 раза 1,5 раза к 2020 году в прежней редакции В документе сообщается, что на подпрограмму стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса Также с 2021 до 2027 года будет выделяться по 8,6 миллиарда рублей ежегодно На этот год предусмотрено финансирование на эту подпрограмму в объеме 5,9 миллиарда рублей На 2020 год 8,5 миллиарда рублей Ответственным исполнителем подпрограммы является Минпромторг Среди ожидаемых результатов подпрограммы, в частности, значится следующее Увеличение доли продукции гражданского назначения в общем объеме промышленной продукции Произведенное в ОПК до 38% к 2027 году Профессиональная переподготовка и обучение в системе повышения квалификации 432 тысячи работников организации ОПК 8 февраля 2019 года Права на данный материал принадлежат ТАСС Материал размещен правообладателем в открытом доступе